Приветствую! Сегодня 4 января 2024 года и ситуация с выездом мужчин из Украины следующая. На сегодняшний день ДПСУ так и не опубликовала никакой информации о том, по каким же новым правилам они выпускают людей из Украины. А я напомню, что ни один закон, ни один подзаконный акт, в том числе постанова номер 57, которые утверждены правила пересечения государственной границы, не изменились. Но при этом фактически правила изменились. И погранслужба, продолжая выкладывать в своих информационных каналах ролики о том, как она с дронов отслеживает ухылянтов на границе, а дроны вот там во Львовской области, где-нибудь на западной границе, да, они очень нужны, дроны, они просто необходимы там. И вот зачем они нужны? Чтобы отслеживать ухылянтов. И они выкладывают эти ролики постоянно. Но чего они не могут до сих пор выложить, так это информация о том, а по каким же теперь правилам мы выезжаем из Украины. Какие документы нужны мужчине, чтобы выехать из Украины. Информация эта закрыта, это тайна у нас, понимаете. Но что происходит по факту? А по факту происходит следующее. Требуют отсрочку. Причем в некоторых случаях, ну просто какие-то ужасные случаи, когда люди едут с родителями, с родителями, которые нуждаются в уходе. Люди получают давным-давно компенсацию за осуществление ухода. То есть вдумайте, ну это наивысший такой уровень оформления ухода, когда ты компенсацию. Когда тебя проверили врачи, тебя проверило там управление соцзащиты. То есть ты прошел все верификации, а пограничникам этого недостаточно. И людям приходится что делать? Правильно. Как и раньше ездить по КПП. То есть у нас вот был какой-то период такой стабильности на границе, когда ты понимал, что в принципе независимо от КПП. КПП, везде правила одинаковые. На сегодняшний день это не так. И соответственно, что нужно делать, если вам отказали в выезде из Украины? Ответ прост. Ехать на другое КПП. И этот совет, он уже помог многим людям. Вот вы удивитесь, но абсолютно не юридический совет от юриста может помогать. Может быть эффективным. Почему? А потому что на границе работает не система, не право, не правило пересечения госграницы. Там работает у нас, судя по всему, как мне кажется, настроение пограничника. Не знаю, вот что еще. Там звезды, нумерология, эзотерика. Все что угодно там работает, кроме правил пересечения госграницы. Почему? Потому что мы уже за эти дни увидели неоднократно, как человек с одними и теми же документами приезжает на границу. Ему отказывают. Выдают письменный отказ в пересечении госграницы. Человек едет на другой пункт пропуска и выезжает с теми же самыми документами. И пусть ДПСУ это как-то объяснит разумно, что же это за такие новые правила у нас, когда на одной границе можешь выехать, на другой нет. Что касается тех людей, которые сейчас не поехали. Ну, вам какая рекомендация? Либо ждать еще какое-то время и ничего пока не делать. Посмотреть, дать хотя бы недели-две, когда все устаканится и мы уже поймем вот эту новую практику. То есть нужно ли будет обязательно иметь документ об отсрочке, либо может ДПСУ передумает. Но всякое же может быть. ДПСУ они такие, знаете, могут передумать. Вот. Либо уже сейчас идти в ТЦК и ЕСП оформлять отсрочку. Потому что те люди, которые вот с инвалидностью, с сопровождением и так далее, выезжали, если у тебя оформлена отсрочка, то тебя пропускают без проблем. Вот все, у кого была оформлена отсрочка, все выехали. Если нет отсрочки, начинаются уже вопросы. Просто на усмотрение пограничника. К сожалению, вот так это работает. Никакой ясности в этом нет. Но это наша реальность. Это, к сожалению, наша реальность. Поэтому, если вам отказали, едьте на другой пункт пропуска. Вот вчера люди выехали с третьей попытки. Ну, выехали, с чем мы их поздравляем и рады, что хотя бы с третьей попытки получилось это сделать. Если не выехали, либо если не едете еще, то либо ждите, либо идите в ТЦК, оформляйте отсрочку. Те, кто ехали с отсрочкой, все выезжают. Что касается людей, непригодных к воинской службе с исключением с учета, то отказывают практически всем, у кого есть запись, что исключен на основании 402 приказа. Должна быть только запись, исключен на основании пункта 3 части 6 статьи 37 закона Украины о воинской обязанности и воинской службе. Тымчасованы предатных, вот за последние 3-4 дня уже, да, вот с нового года никого не было. Подтвержденных случаев нет, как и отказов нет. Ну, на самом деле, просто никто из тех, кто тымчасованы предатны и кто обращался ко мне, не ехал в эти дни. Поэтому здесь достоверной информации, к сожалению, нет. На этом все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим лайк, подписываемся на YouTube канал и подписываемся обязательно на Telegram канал. Я там оперативнее выкладываю всю информацию, которая мне поступает по поводу выезда из Украины. А в конце традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok